так друзья всем привет вы сами знаете на ком канале вы находитесь это гриша мзараков я никита русаков я очень надеюсь что вы уже посмотрели видео с антоном языком который вышло там сами знаете когда сегодня я буду спрашивать гришу и узнавать о нем всякого а вы будете узнавать о нем еще больше так что давайте начинать немного мокрый но с кем не воет я не верю просто ладно григорий скажите что вы пьете и попью тикнет мой любимый все ладно у нас у нас очень мало времени сразу чтобы зрители не было вопрос что с твоей рукой рассказываем быстро про это я хотел поставить вот эту прекрасную елку которые части которая мешает мне жить в данный момент да и в итоге забью себе даже сухожилие на пальц вот не удалось мне подрезать ее потому что она не подходила и разрезал разгибательные сухожилия первого пальца на левой руке вот это очень жестко чувак я даже не могу представить насколько насколько это сильно потому что судя по его рассказам это было очень очень неприятно потому что он провел очень много времени в больнице и потом еще поехал в другую и потом еще там он видел свои кости чуваки как знаете когда под местной анестезии вам вырезать кусочек и там видно кости и сухожилия и ты сидишь такой пытаешься не вывать короче смотришь я очень я очень давно знаком с григорием ну относительно в во временных рамках и мне всегда нравилось как он рассказывает о своих травмах именно в радостном ключе как будто у него там какой-то части случилось они травмы спасибо за этот рассказ давай быстро приступать твой давай приступим к следующему абзацу нашей головы короче гриша очень жесткий автолюбитель я думаю все подписчики в инстаграм и не понаслышке это знают можете посмотреть на его футболку не там брелки боевой классики и вообще у него машины рядом под боком стоит поэтому чем какие к нему вопросы по этому поводу но у меня они есть все-таки григорий мне жутко интересно как ты вообще полюбил свои машины вообще с чего у тебя это все зародилось и прочее как как это с детства у тебя пошло или что ну свои машины я полюбил потому что купил себе бмв 30 на коленях лежащую не ездишь у него и обменял ее на копейку 86 года так что своя машина у меня есть одна машина полюбил я наверно с детства не отец возил на машинах разных хонда интересных люблю очень этого японская 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 плоско светила honda чуть разбирать вот да и собственно я постоянно задумался о том что мне нравятся автомобили в целом приятно на них ездить и вот как-то интерес подогрелся к тому что я начал увлекаться 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 и теперь вся моя история поиска здесь вот мыслей пришла к тому что автомобиль не короче в морге про это все сказать только одно ну в плане объяснить вам насколько гриша автолюбительский фанат что ну знаете вы хотите выйти погулять типа там с друзьями собраться все-таки там по улице поболтать все такое но проедет любая машина григория сто процентов остановится и 100 прод ну ладно не любая григорий сто процентов и сфотографирует короче пацаны как бы тут ну без без вариантов собственно ладно у меня следующая как это небольшая темка это автообзор и грибы бацаны обкашливают они эти темы но так не попали мне тут интервью все-таки так это автообзоры часто лет но она всегда какие-то обзоры ты предпочитаешь смотреть как бы я если что гриша писал свое итоговое сечение по проходу типа ну знаете я же есть статья я не помню как она называется а сайте на honda японский генри форды как сайте рах он развивал honda он чуваки он это если что вписал свое итоговое сочинение я его сдал и он сдал его по этой теме ну как бы это это его аргумент вот я короче я пытаюсь чтобы вы прониклись на сколько гриша автолюбитель типа я пытаюсь это все подать надеюсь у меня это получается собственно про автообзоры расскажи сколько часов своей жизни ты потратил на автообзоры больше чем ты можешь подумать я не знаю я вам подумать ну примерно я не могу подумать так я короче не отходя сразу от кассы это про водительские права и насколько для тебя это важно грею недавно исполнить 18 лет у него до сих пор нет прав я не живет как законопослушный гражданин у меня естественно есть автомобильные права точнее он у меня их нет но эта история вымышлено и с реальной жизни не имеет никакой общей истории поэтому можете не верить сказки не дали то что он говорит как бы это просто рассказ что было интересное видео я поздно и мы сегодня думали им григорий у меня очень немаловажный вопрос как бы ну то есть вот ты очень любишь машины постоянно как бы только них думаешь говоришь у тебя все это происходит и хотел бы ты как-то очень жестко в этом вариться я естественно знаю но как бы расскажи зрителю то есть насколько насколько для тебя это как бы имеет вес в твоей жизни машины самое дорогое что у меня из жизни мне хотелось бы меняю чувак ну на это можно закрыть мне хотелось бы машины делать кататься на них им возможно что-то проектировали бы хотел заняться может быть автоблогингом автоблогингом нужно недостаточный уровень для этого ребята мне чувак у тебя же большие познания то есть и может ты как-то можешь их конструировать в то чтобы вести определенное шоу может быть либо ты можешь но мои познания в основном в по моделям и истории автомобиль допустим то что там вот есть мазарик 7 все знают только эвдиты эвдитрии а есть еще кузов и в ситрис и в битрис и вообще ротерные двигатели начались вы поняли это такое мокрое пожатье было не очень липкая так вот закрепить чувак я думаю что ты ну вернее я знаю что ты очень жестокий фанат японских автомобилей было ладно как ты считаешь короче может ли японский автопром как-то я вообще если что я не знаток как бы ко мне вопрос пожалуйста комментариях не нужно задавать я говорю то что я как у короче я спрашиваю больше на самом деле чем задаю такой знаете уточнительный вопрос на больше наводящие такие поэтому по этой теме поэтому не обессудьте как ты считаешь японский автопром может как-то совмещаться с русским автопромом может он может конкурировать типа или что-то в этом духе я не знаю типа а видно японского автопрома в россии содержится на запчастях от автолаза извините пожалуйста я и есть также газели на японских двигателях также turbo двигателях просто здоровенных это плохо подготовился так чё ничего что ж я считаю что мы уже достаточно наговорили про автомобильную жизнь григория ладно даже если гриша так не считает то мы все равно достаточно поговорили про автомобильный григория и я думаю что стоит переключиться на следующую немаловажную часть жизни григория который занимает мне кажется больше участок чем автомобиля все-таки как в плане деятельности это все-таки самокат и плюсом у нас как бы самокатный канал все-таки они это любительский поэтому вот будем обсуждать самокатную жизнь григория григорий слушай вас давайте быстро по базовым вопросам сколько лет катаешься спасибо короче довольно объемной теме это зарубежное спонсорство я думаю что все и так знают григорий то сколько он катается какого него стаж что он умеет что он может чем какие у него там вообще вот эти все скутерчеки у него совсем недавно выходили смотрите обязательно если хотите все это знать про это мы говорить не будем очень такой как бы изысканный вопросик это и глава это зарубежное спонсорство чувак тебя очень часто замечали различные бренды ну плане григорий об этом никогда не афишировал но я это знаю и могу об этом спросить и чтобы он рассказал вам я слышал что многие из них от тебя слышал что многие из них тебе писали ты писал вот можно сказать там типа условно как это было что-то испытывал может быть не конкретно какому бренду это не нужно говорить типа это не обязательно просто какие эмоции от того что ты типа списываешься и может сказать твоя судьба может решиться вот так ну был один бренд интересный он и сейчас существует но после событий 24 февраля мне сказали что ребята правление сказали тавтологии извиняюсь что меня не будет потому что я русские я русские и не будет там меня второй бренд был он мне написал instagram ответил на историю по детальки я спросил у них отчет за вас кататься можно что ли вы если вам катание мой нравится то что написали что я катаюсь после но ответили что довольны работой своих райдеров в россии не буду показывать пальцем сейчас не понял ладно все извини все понял надеюсь до зрителя это тоже принципе дошло как бы тыкни пальцем меня пожил такие так есть такой instagram аккаунт который выкладывает к себе всякие очень жесткий я не знаю как это правильно подать в том плане как это конкретно можно назвать этот аккаунт instagram называется охлой бренд и они очень любят выкладывать трюки гриши буквально всю прошлую зиму когда был охлой 3 кузове 2021 года григорий был в каждой номинации если что почти в каждом посте ну вот разве ну вот в смысле разве неправы как сформулировать он прав короче короче гришу очень много выкладывали в охлой и как у тебя обстоял с ними диалог что они тебе вообще говорили по этому поводу что там не знаю наверняка ты может в личных сообщениях переписывался или такого не было или у тебя только они как выкладывали все пост или чё чё как я отмечал охлой они выкладывали меня но судя у них один раз спросил мне ответили короче диалога не было поэтому ну еще там может они там типа я учила крутой трюк а ну они комиссар отписали их комменты может быть какие эмоции ты испытала то что тебя очень часто за выкладывали или о том что ты очень часто там появлялся что тебя как освещают на целый мир потому что охлой это все-таки мировая площадка куда выкладывают абсолютно всех типа со всего мира вот и там есть ты я просто короче я просто на хвою ну несколько раз был потому что я не отмечал и потому что меня ну наверное как бы ну не обессудьте вот григорий давай поделись со мной пожалуйста я хочу то же самое испытать ну мне хотелось бы снять видео большое видео просто или нормально на камеру красивая я в этом году ничего не снял потому что и ну и в принципе больше продали у меня нет простите но хочу сделать так что мы видео на клинки не может появилась ну а по поводу охлой не знаю мне всегда было так прикольно меня бог вы уже как вы можете реализовать гриви как вы можете что ты сказал прием короче как вы можете понять гриша абсолютно по барабану он вообще кайфарик у него там матис на футболке похоже на матис да напишите в комментариях что это за машина какой у нее двигатель сколько она ездит какой максимальная скорость лошадиные силы и цвет красный ладно григорий короче чем могу еще тебя спросить в данной тематике по поводу вообще зарубежного спонсорства и прочего поскольку ты получил если так можно выразиться отказы от нескольких брендов у тебя как все у тебя все если у тебя все еще желание к тому чтобы как бы добиться данной цели то есть попасть на спонсорство или ты уже как просто в свое удовольствие катаешься без каких-либо побуждений я катаюсь исключительно свое доме нет я не готовы всех от все катаю свое удовольствие я думаю что все кто кататься на самокате безусловно кататься свое удовольствие но вопрос более как конкретно данной цели то есть у тебя ты как бы катаешься и ничего не ждешь либо ты все-таки катаешься и стараешься как бы можно сказать угнаться за этой ни в коем шучу я порассуждал и понял что мне нравится только один бренд точнее хотелось бы кататься мне только за один бренд это эти ну что у них есть дайл дагест или больше менять жизнь ничего не надо хотя я хочу собрать самокат с доской 66 поэтому не знаю а за прайм ты бы катался это кстати новый бренд который у нас присутствует магазине но не у нас у них у него он тут работает я собрал свой самокат новые рассчитывая на то что на что я рассчитываю ни на что я не рассчитываю мне хотелось бы собрать самоказан на двенадцатом стандарте и т-образный гуля потому что я на ушки катаюсь уже больше года 12 стандарт мне понравился но тяжело от и колеса все-таки хотелось бы самокат полегче там допустим кинчат инвестор опять таки мне кажется каждый найдет свое типа и ты на каждый из безусловно каждый найдет свое и короче как раз таки у меня следующий вопрос о том что гриша перепробовал массу деталей гриша перепробовал вообще вообще все подряд друзья прошла небольшая техническая накладка прошло уже миллион лет следующий год наступил следующего тысячелетия как меня остановить у григория даже успели высохнуть штаны я уже кто я вообще понимаете меня так на чем мы с тобой становились в прошлом веке дали да по-моему мы говорили разность для вас пошла до секунда для нас целых 21 потому что я посчитал их так это все говорил к тому что ты как бы решил перепробовать все возможные варианты комбинации самокатов или это больше у тебя как мания там не знаю пересобрать самокат каждым они короче перес пересобрать свой каждый самокат и не знаю попробовать покататься на всем подряд или как и не знаю я очень быстро приговариваю детали к смерти и к сожалению нет таких деталей которые очень долго могут выдерживать мое катание ну а сейчас я хочу пересобраться пока просто потому что я люблю ушку и понял что хотелось бы видеть себя можете это позволить куда ну да я могу в себе все понимаете сами статусный человек тут сидит перед вами серьезно ребята как не управляющий магазин и кикмит кстати с недавнего времени а точнее с предыдущих двух месяцев я правильно говорю или месяца ну там недель мой вчера короче начал работать в магазине кикмит и уже сразу стал управляющим что ладно я хочу спросить тебя каковы твои ощущения помимо того что ты катаешься кикмит ты еще работаешь в кикмите было довольно много ребят которые были продавцами и являлись райдерами например как леон или игорь леон стоценко игорь цыганов или цыганов эти не пожалуйста цыган прости меня короче что ты вот испытываешь не знают работы в этом месте еще больше варенье в этой всей каши мне очень нравится здесь работать потому что по сути делов не так уж и много и ты можешь себе позволить съесть магазине и учиться параллельно а и мне это важно потому что я студент все таки вот сижу с компьютером тут каковы важный человек ко мне про в перерыве как в перерыве между клиентами естественно люди приходят я их консультирую консультирую и советую то что мне нравится что я могу им посоветовать я могу подобрать под каждого клиента то что ему нужно что ему нравится и посоветовать действительно хорошую подходящему деталь допустим пришел человек с сорок четвертым размером ноги хотел себе взять самокат вот с такой вот доской то что ему посоветовал продается спортмастер такой ну я его грамоту переубедил и нашел ему хорошее решение видит дрон шаду по-моему называется большой комплиту дуяну красавчик гриш нормально спасибо такой круто гриш реально да я старался ладно ну чё я так понимаю многим как бы ну слушай ну реально ну ты ты да меня да всем интересно знать сколько получать работники кмит столько чтобы отдать долго за то что многие ребята подписчики нашего youtube канала до сих пор учатся в школе вот и я знаю что григорий очень хороший пример для этого всего и ну я собственно сам наслышан поэтому григорий расскажи как ты учился в школе но пожалуйста до восьмого класса я еле как все предметы чтобы меня не выгнали ладно ладно хороший пример начиная с восьмого класса начиная с восьмого класса я подумал а что будет если нормально учиться и быть человеком с мозгами слегка хотя бы напоминающим такого может быть даже ну подобие и начал что-то делать пытаться и в итоге аттестат за девятый класс у меня около семи троек аттестат за одиннадцатый класс у меня две тройки потому что я кроме нужных предметов не учил ничего а у грамот списывал что и вам советую делать нужно зачем мне история ненавижу историю на теперь я мне приходится учить и представляете за семестр и нам нужно наверное так может это твоя ошибка что ты вот историю не учил и теперь получаешь за это я получаю за это но и мне не интересная история я могу рассказать справедливо географию с этих он наизусть это та же история но они это школьная университетская неинтересно и спасибо большое я надеюсь за что не многие расстроились потому что я реально учители детишки в школе это важно это интересно но не то что вам нравится главное если вы будете учить все вы скорее всего это делал сгорите что нет если учить все предметы школе на пятерки параллельно пытаться заниматься какими-то своими делами интересными допустим самокат может не сгореть а перегорите я подобрал такое выражение чтобы это было первое переформатировано в шутку я надеюсь немногие расстроились это услышанной информации потому что я чуть-чуть грустнул от услышанных результатов так сказать григория сейчас ты учишься в вузе ладно ты меня по правил скажи как как про я буду вузы ты в любом случае выше учебное заведение но в университете московский технический университет связи информатики так вот во первых какую специальность ты выбрал а во вторых насколько тебе это интересно сейчас или это больше как вклад условно в будущее как условно твоя может быть подстраховка твои вот расскажи мне про скорее я рассчитываю на это как на вклад в будущее потому что я выбрал антишную специальность грубо говоря я до конца не знаю чем у меня будут учить но очень хотелось бы потому что первые два курса у нас идут общего образовательные грубо говоря и я учусь на факультете сети системы связи направлении у меня инфокоммуникационной технологии системы связи очень сложно было запомнить но я смог вот и там что-то шпаргалка там у него шпаргал да вот здесь я учусь для того чтобы учиться мне нравится компьютере разбираться в них а собственно если ты что-то знаешь в сфере какой-то разобрать в другом будет не так сложно я думаю может быть вот знаете mercedes вводит свои подписки чтобы там за за деньги дополнительную мощь получить в электромобилях и вот если это как-то грамотно обходить было бы очень интересно либо допустим октавию чипануть и обогнать вам богини например в данный момент уже лопнул мозг от услышанной информации не знаю как у вас но я надеюсь что вы примерно не сошли с ума на какой-то там минуте данного видеоролика писать нужно грамотное управление блоки грамотные прошивки для того чтобы для электронного блока управления потому что есть специалисты которые киева это делают что приводит к тому что двигатель работает неправильно и людей разбирающихся и в механике и в электронике довольно мало и стране и везде поэтому было бы классно не тому не тому учиться по специальности но и иметь в этом вес возвращаясь к зарубежному спонсорству ненадолго так ненароком есть bmx rider его зовут или крызаев и он катается за такой бренд как toyota хотел бы ты чтобы уровень нашего как бы вида спорта который может быть даже до сих пор набирает обороты развился до такой степени чтобы ты который фанат мог представлять toyota я хотел бы чтобы уровень самоката дорос до такого но есть такой момент что современные машины toyota меня совсем не радует а точнее весь их модельный ряд помимо yaris jr потому что это амалагационный автомобиль подготовленный под ралли грубо говоря бьет завода можно ехать туда есть еще у них интересная супра по сути бмв этом двигатель бы 58 этот бмв шный автомат какой-то еще механик решили вот спокоимся и скажем о том что хотелось бы чтобы уровень дорос но мне не хотелось бы кататься за дает потому что они считают ладно хорошо ты вообще в принципе можешь представить чтобы тебя как экстремального спортсмена спонсировал какой-то такой знаешь бренд который совсем к этому не относится условно не какие-то там энергетические напитки как это любят например как не знаю red bull или там горилла спонсирует всяких бы миксеров самокатеров а именно какой-то бренд который к этому вообще не имеет никакого отношения было бы очень забавно в магазине нежного белья instagram лил чич писать туда в директ ответит всем запрещена социальная сеть россии так что это аккуратно телеграмм лил чич писать забы тоже запрещено да вконтакте гриша мзарак серьезный человек простите далее старина ну нам как бы понимаешь никуда не деться от блица который я подготовил специально для тебя ты готов нужно отвечать очень быстро вариант ответа всего либо начинаем машина или машина машина самокат или машина машины машины или или машина потратить деньги или потратить деньги на машину подтверждение машин бмв и 30 или копейка вот и все вот и все близ не удался вот и все копейка на данный момент копейках но этот и так чисто но я и тридцатку не избавлю заключительный бмв и 30 это перевоплощается в авто контент сегодня у нас будет авто интервью с григорием амзараковым следующая серия он будет ехать на копейке но уже с правами заключительный вопрос моего блица это дрифт или спокойная езда это уже 5 рукопожатия за данный видеоролик собственно шестое седьмое и десяточку можно добить принципе ну и подведя итог как любит делать один всем известный интервьюер у которого я не беру пример это да я задам тебе вопрос на который ты должен мне ответить все-таки нас авто контент понимаете сами если бы ты встретился с с и с и с и с и с и с и с и с и с и тиро honda да вот им чтобы ты ему сказал жалко что ты не дожил до того когда твоя компания резцева я почти он дожил до того как запустили civic и спустим вот да ну гриша ладно останавливаемся ваншаду классный досках вот другое дело все как и в любом экстремальном виде спорта у тебя наверняка были какие-то травмы помимо того что у тебя сейчас на руке но это не от вида спорта все таки как бы елка сама себя были ну не прикрутила сами понимаете нормального спорта короче какие травмы у тебя были просто все время что ты катаешься на самокате по порядку я здесь ломал две кости скаловая кость перки челюстная пазуха на лице до интересный момент был вам не погоди поподробнее как ты подскользнулся типа чего ну я ехал на самокате и дропнул на лед и не знаешь там лед и упал потерял сознание память потерял и до сих пор часов 12 наверное я помню только по рассказам людей чувака стоит фотографию прикрепить я видел к сожалению или к счастью я был похож на копать но он прям такой увесистый был саленующий 11 еще я вам палец но сейчас он не сломан это сухожилия разрезанные потому что я не бил вы это вы уже слышали ну значит этот палец я ломал два раза этот я ломал один раз это палец я ломал один раз этот палец я не ломал это палец я ломал один раз вот так подходил этот палец ломал один раз теперь у меня вот костяшки неправильно скослась может быть вид вообще он если что он как я вот просто в это время помню он приезжал на циска с гипсом катался одной рукой потом ему надоело кататься одной рукой он катался двумя руками во время того когда он не был сломан палец это вообще чё но тогда у него неправильно срос и теперь он живет с этим у него просто вот вот торчит у так костяшка ну да ну бывает я катался не катался но это как бы григорий ну честно мне сказали две недели ходить в гипсе спустя 10 дней где-то я снял гипсы катался было больновато но я такой почему бы нет мне поставили гипс еще на неделю сказали не сослась тиме ничего и вот она криво сослась я снова за два дня снова гипс до нужного планы как ты считаешь а вот этот палец и ломал два раза вот здесь и вот здесь ладно как ты считаешь у тебя гнутся пальцы так сильно того что ты их ломал или они уже не просто этот я не гнул это я не ломал но он делает у тебя вот так меня просто если что вот смотрите у меня рука вообще не ле ну григорий покажи пожалуйста вот этот вот что инопланетянин вот так я тоже могу вот тут у меня локтевой сустав со смещением было это не экстремальный спорт но это весело я ходил два месяца со спицами воняло ужасом ничего не изменилось что было забавно я с этим перелом летал в голландии как тебе данные травмы кроме пальца насколько я знаю что те там за руль иногда тяжело держаться или что-то такое я не как локоть например у тебя не мешает мы когда постигаюсь он хрустит неудобную сбивает меня смысле я не могу полностью выложиться еще я ломал вот здесь вот ступню еще здесь два пальца с тремя переломами согласно мелочи опустим я думал эти что будет коротко типа скажет про палец и и про скулы и все интересная история я вот с этим он сходил в зал вчера и потренировал левую руку тоже неплохо было дорогие телезрители это было интервью с григорием за раковым он такой замечательный здесь сидит красивенький сварить у него футболочка здесь вообще пальцы какие-то там еще подмигнет меня еще ничего не понимаю гриша мы счастливы собственно ставьте лайк на это видеоролик ставьте лайк на гришу ставьте лайк мне и ставьте лайк в комментарии и еще подписка на канал youtube instagram vk везде instagram заблокирован аккуратно и 12 аккуратно и тут у нас на к соседской поставочкой новые детали интересных черные сказать классик идти вот приезжайте спасибо огромное что смотрели покупайте тут покупайте в cdmi покупайте во всех городах россии где есть кикмит и в интернет-магазине и в этом и тут и его промо вот еще у меня нет его все всем спасибо всем большое пока